Нахожусь в ЦСА, Центр социальной адаптации Люблино. В данный момент в отделении Дмитровское распределен с 15 января. Поставлена задача ремонтировать мужика серьезно, но пока соцработники продлевают. То есть от середины января по середину февраля договор этот. Но надеюсь, что он будет и дальше. Из чужбины, слава тебе Господи, вырвался на родину. Дома нет как такого вообще никакого добротного, хорошего жилья. То есть жены, детей, семьи тоже этого ничего, то есть полный ноль. То есть никакого дерева, а коли начал высаживать дерево, так садить целый сад, как бы сказать, ну чего уж там, как сказать, мелочиться. То есть все должно быть такое серьезное, масштабное. И по всем этим трем пунктам ничего. С измолу, пока был, когда был пацаном, и дальше выше, скажем так, и во взрослом возрасте. Велосипед, велосипед, велосипед. И велосипед этот помог мне, как сказать, из чужбины вырваться, найти конкретное место в Алтайском крае. То есть велосипед уже был, как, ну я не знаю, и как модус вивенди, как образ жизни, и как транспорт, и как, ну, некий такой, я не знаю, инструмент, предмет, как бы еще назвать, который плюс, как бы сказать, способствует хорошему здоровью, скажем так. Ну и, в общем, ряд позитивных, положительных моментов. То есть не расстанусь с велосипедом ни за что и никогда. Примерно так получилось. Последняя работа была, именно, подчеркну, советская стройка, советская. Ну, потому что в советское время. То есть это было, ну, страшно выговорить, получается, 89-90, да, 91-й год. Каменщик-монтажник, стропольщик-сигнальщик, что еще? А, плотник-бетонщик. Ну, в общем, все это стройка. Ну, хотелось, хотелось тогда, хотелось было построить Краснодарскую АЭС. Сейчас пошли, как бы сказать, ну, первые такие подготовительные работы. То есть строительство временного жилого поселка. И вторым или каким-то там пунктом именно сами объекты АЭС. То есть первый энергоблок, там, второй, и сколько-то там их, три, что ли, предполагалось, или четыре. Ну, а перед этим же Чернобыльская в 86-м, что ли, году она у нас же, что называется, сыграла. Вот. Ну, и общественное мнение уже такое было, хочу сказать, подготовленное. Да не надо нам эту АЭС, хотя Краснодарский край испытывал, ну, в тот момент, в 88-89-х годах, к 90-му. Ну, жесточайший такой, что называется, энергоголод. Чем там закончилось, не знаю. Потому что в 88-м году уволился из умирающего, скажем так, медленно, наверное, управления строительства Краснодарской АЭС. И в Краснодаре, ну, строился, если не, да, если не перепутал, строительно-монтажное управление 8, потом перешел в строительно-монтажное управление 4. Ну, все это один трест, трест Краснодарстрой. Ну, так в нем и 89-й, 90-й, 91-й год до 92-го года. Ну, а тут развал Союза. Наверное, кто куда, некоторые парни, значит, расчеты в родную станицу, к родительскому дому поближе. Ну, а у меня не в станице дом, а в Казахстане, где, как я говорю, угораздило, подчеркиваю, угораздило родиться. В Казахстане. Хотя и рядом с Россией, но, тем не менее, чужбина. Ну, и поехал. Станция Чарск, Семипалатинская область, Республика Казахстан. Приехал к матери в тот момент сколько? И там было 71-72, что ли? Надо посчитать. Вот, мать, в свое время не перебрались, как я не ратовал, что давай переезжать, ну, не обязательно в Краснодарский край, а, скажем, в Алтайский, где ты, кстати, родилась. И близлежащий, и близкий к Казахстану. Давай переезжать. Никуда не получилось, ну, вот теперь вот он я. Объявляю вот этот небольшой клочок скудной казахстанской земли, этой степи этого солончака. Объявляю, что это у нас мини-микро-микро, ну, очень микрофермерское хозяйство. Объявляю себя микрофермером. Вот три, так сказать, три кита, на которых будем держаться. Птица, огород, скот. Так и жили, прожили до 96-го года. Потом переехали, давай перебираться. Сестра в свое время вышла замуж год назад, в 95-м году. Буквально на границе Алтайского края России и Казахстана. Переехали к сестре, сел на этот хай-вз, ну, аббревиатура хай-вз, то есть Харьковского велозавода. Хай-вз, как посмеивались мужики. Да, хай-вз, говорю, когда как следует припедалишь. Ну и вот, а уже пальчики-то были подрезаны в 96-м году. То есть пришлось дождаться, когда сживутся эти... Болевого ощущения в основном уже не будет в этих самых швах на месте пальцев. Ну, в 97-м году, слава богу, болевого ощущения нет, ну почти нет. Сел, припедалил, получилось. Ну и вот, весна-лето, сезон 97, сразу ничего не нашел, зиму перезимовал. Сезон, весна-лето 98-го года, тоже, как бы сказать, ничего хорошего. Летом же вот, 99-го года, нашлась небольшая, что называется, хибара. Ну, цена дворца, в кавычки, беру дворец сама за себя, говорю, 5 тысяч. Так мы с матерью в 99-м году, осенью 99-го года, и оказались, слава тебе, Господи, в Алтайском крае, в Российской Федерации. Получается-то, отец и мать, в основном отец, построили-то дом такой, ну скажем так, это модернизированная пещера, иначе не назовешь. Да, дом добротный, шлакобетонный, шлаколитой. Но добыча тепла, скажем так, выработка тепла, этот самый вот агрегат, названием печь, то есть, по сути дела, то, что веками, веками, веками пришло от этих, от пещер, все это, все это сажа, все это грязь, все это дрова, уголь, все это прочее, ну как бы сказать, хорошо-то хорошо, но ничего хорошего, так скажем. Ну должно же, в 20-м, в 21-м веке должно быть что-то хорошее, добротное, серьезное в плане, в плане индивидуального жилья, скажем так. Я тогда в тот момент был ушиблен этой самой идеей, энергоавтономный, энергосберегающий дом. Получилось так, что мне попалась в руки газета, как сейчас помню, РЕПА, рекламная пауза. Я читаю о Викторе Яковлевиче Федянине, об этом нетрадиционном центре энергосбережения. Пришел, что называется, с наглой или ненаглой мордой, ну уж какая есть. Вот Виктор Яковлевич, я, меня выросшего в доме, где постоянно была вот эта вот сажа, там, я не знаю, уголь, вся вот эта вот, ну как сказать, пещерная, полупещерная атрибутика. Когда тепло добывалось в зимнее время в наших, как бы сказать, сибирских, скажем так, вот, условиях таким образом, хотел бы с вами познакомиться, пообщаться, так прочее. Он мне подробно все, что я не спрашивал, все подробно рассказывал, что из себя представляет энергоавтономный, энергосберегающий дом. И вот обратил внимание, что у нас на углу, на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Папанинцев находится своеобычный, своеобразный по архитектуре дом. Да, грунт какой-то, как бы сказать, закругленный со всех сторон, все, вот, небольшой, ну где-то в три этажа, и с каким-то своеобразным скосом сзади. Да, да, да. Так вот, это наш экспериментальный дом, строили мы его с немцами, и он вообще-то должен быть оснащен солнечными батареями, электроветряки должны были, ветрякали или ветряки стоять, то есть должно было вырабатываться электричество. Но пока с немцами, по условиям контракта, пока с немцами действовали, все шло гладко, эта стройка, все, как только немцы свою часть закончили, и все, как бы сказать, ауфидерзен, до свидания, теперь мы, говорит, сами, русские, Россия, должны, так сказать, все это свое сами доделать. Вот тут все встало, и не хватало буквально, если я ничего не перепутал, буквально, по-моему, трех миллионов, кажется так, Виктор Яковлевич огласил сумму, я говорю, евро, долларов, да нет, ерунда какая, усмехнулся. Трех миллионов рублей, серьезно? Да. Он привил мне это все, я этим делом заболел. То есть энергоавтономный, энергосберегающий дом. Вот он мне о нем рассказывал, так называемый Дом Плюс. Получается, что Дом Плюс очень хорошее, очень чудесное жилище для мужчины, для женщины, для семьи, для проживания в семье. Но этот Дом Плюс имеет место быть в Германии. Вот, ну я принял такое решение, что склонился к тому, что ежели пешком, что называется, доходили, причем там где-то с боями, где-то там, значит, смерть, кровопролитие, ну война же, шли пешком и дошли, то я-то без сомнения на велосипеде, на этом, в общем-то, скажем так, примитивном виде транспорта доеду, даже без сомнений, куда угодно, в том числе и туда, до Берлина, до Германии доеду. Ежели я из Алтая приехал в Москву, ой, господи, ну да, это что, 2001, что ли? Нет, вру, 2002 год получается, ну, 3000, 3000 с половиной, где-то так, 3500 у нас тут от Алтайского края до Москвы, где-то так. Ну, на то и имеется палатка, рюкзак, спальный мешок, в просторечии спальник и так прочее. Ну, конечно, как бы сказать, и комарики, там, и мухи, и всякие слепни, как их там, все эти кровососы летучие и прочее, это, конечно, все это, скажем так, бесплатное приложение, жара, духота, где-то пыль, ну, это все ерунда, конечно, так. Дело даже доходило до того, что, да, хорошо помню, стык Новосибирской области и Омской, что называется по-народному, пер такой, такой сильный ветер, что я буквально вяз в нем. Попробовал для, как бы сказать, для интереса, развернулся, встал спиной к нему, как бы я еду от Москвы, еду татарской, Новосибирской, как бы в этом направлении, но оказалось, даже и крутить не надо, просто пошире расправ, так сказать, плечи, эффект паруса, и он тебе дует, и ты потихонечку едешь, 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 нормально, думаю, хороший ветерок. Получалось, в общем целом, как-то за световой день, от утра до вечера, сотню километров такие открутить. Ну, а тут, как это не позор, как я считаю, ну, надо огласить этот позор. Пришлось от рассвета до заката, световой день, проехать, ну, никак не более 60 километров. Я же обморозился первый раз в 96-м году, ну, то есть, вот именно находясь у сестры Тамары, я возомнил, что я прекрасно знаю окрестность. Я потом это, за три года проживания в одном селе, потом все прекрасно изучил. Но в тот момент самонадеянный стервец, глупец, решил, чтобы один раз проехал дорогу, и все прекрасно знаю. Ну, и просто элементарно заблудился, скажем так, в посадках в марте месяце. Ну, и за ночь не удалось ни обогреться, ни обсушиться, ничего, ноги в частности. И к утру местный парень идет, ты чего тут? Да вот, говорю, дорогу на Петропавловку ищу. Как от вашей Новопокровки наконец-то пойти на Петропавловку? Вот 15 километров-то полтора десятка всего ничего. А всю ночь я вот протратил тут в попусту. То ли последними февральскими мартовскими метелями, что ли, ее замело. Да чего? Я неделю назад был в Петропавловке. Ты же где дорогу-то смотришь? Ты же вот из Новопокровки-то высунься от нас, вот первая посадка, считай, вот вторая, вон третья. И вот по над ней, вдоль нее, значит, как бы сказать, дорога на Петропавловку. Я неделю назад там был, все, дорога нормальная, чисто, все, ничего не занесло. Да дорогой ты мой человек, ну где же ты был вечером? Ну и я хорошо, спасибо, вроде того, сейчас я отчеканю эти 15 километров. Не тут-то было. Ног не чувствую, ступней, ну то есть ниже колен, вот тут вот, сами ступни, уже не чувствую, на что я там наступаю. В то же время одновременно боль. Вот своеобразный такой момент. И больно, и не чувствуешь. Как-то вот так, то есть даже и до сих пор, я право сказать, странно, не могу путем объяснить. Тем не менее, больно, на что наступаю, не пойму, на что-то деревянное. Как оказалось, попутный автомобиль подвез грузовик, к сестре, в общем, попал. Начали эти полусапожки снимать. Там все вот, ну я не знаю, такого очень интенсивно синего-синего цвета, как вот эти, наверное, мои штаны. В общем, там цвета что-то ультрамарин, ультрамарин, ультра-ультра, там, я не знаю, густо все такое фиолетовое. То есть я посмотрел на эти пальчики, как сказать, синие-синие, и понял так, что они, однако, не жильцы. Ну так и оказалось. Через неделю или там через порядка 10 дней врач сказал в симпалатинской больнице, вот видишь, они тонкие и черные, как спичка, которую, обугленная спичка, которую задули, затушили только что. Вот это явление называется сухая гангрена. Как я только услышал, вы произносите гангрена, да. То есть следующее вы произнесете ампутацию. Да, ты угадал, совершенно верно. Ну и, в общем, весной 96-го года, значит, эти чики-пальчики, и ровно 96-й год, ровно 10 лет, 2006-й год. Промокли ноги, опять же таки, то есть я их вроде отер, ну, правую-то действительно отер, кровоснабжение хорошее достаточно, а левая по ощущениям показалась то же самое, как правая, но, как выяснилось, что неполной мере это я ее растер, не полностью восстановил кровообращение. Показалось. Ну и в результате попадаю в больницу. Но врач сказал, что эти операции делаются с учетом, уже, как бы сказать, с расчетом под будущий протез, и это нужно на, так сказать, как они называют хирурги, на уровне средней трети. И поэтому мне ее, как бы сказать, да-да-да, и здоровой кости, и пришлось порезать икроножную мышцу, правда, увы, но все равно, ездить-то, крутить педали смог, самое главное. Вот, и таким образом. То есть и этому печальному событию, вот у нас на дворе февраль 16-го года, ровно я вот недавно листал свои, неделю назад, несколько дней, свои бумаги, выписной эпикриз, 15-го февраля, 15-го февраля 2006-го года. То есть, вот, две пятилетки 10 лет с тех пор, как я. Я не спортсмен, но спорт, поверьте, я страстно, пламенно люблю. Вот получается, что велоспорт, а именно такой, как бы сказать, профессиональный, серьезный, в инваспорт не попал, но вот именно велосипед, всякое-всяческое велопередвижение, велосипед как таковое, это, конечно, да, это мое. Ну, можно сказать, почти как воздух, как дышать. Кручу педали себе, да кручу, крутил, вернее, ну, когда он был элементарно, велосипед, когда был. А теперь, поскольку его с 27-го числа июня, как я ее назвал, Черная Суббота, как украли, то, разумеется, его, так сказать, его нет, ну, просто-напросто, физически реально нет. Поэтому я, как бы сказать, вот велосипед бы, велосипед бы, как инвалидная коляска, как инвалидный транспорт, ну, и просто, ну, не знаю, как модус вивенди, образ жизни, крутить педали. Крути педали, здоровее будешь. Плюс к тому, что не пьешь, не куришь, и, как бы сказать, большой поклонник, там, ну, я не знаю, свежего воздуха, там, я не знаю, шелестящие листвы, там, я не знаю, чего еще, ну, кошечек, собачечек, там, я не знаю, всякой-всяческой природы. И плюс еще бы, да, велосипед, но все-таки экологически же чистый, так сказать, транспорт, то есть не загрязняет же природу. Моя мечта – электровелосипед. Но, как бы сказать, поскольку, ну, наверное, я так думаю, все-таки скромнее надо быть, пока что, пока что достаточно и простенького такого, как бы сказать, на 5-6, на несколько, так сказать, скоростей. Потому что надо варьировать все-таки протезы, я все-таки инвалид, увы, от этого никуда не денешься. И где-то подъемчики там, все это, то есть, все-таки скорость-то надо регулировать. Я хочу, чтобы мой дом находился в Алтайском крае, среди чудесной, прекрасной природы.